Добрый вечер, уважаемые друзья! Добрый вечер, коллеги! Как меня видно, слышно? Дайте, пожалуйста, обратную связь. Рад вас видеть сегодня на вебинаре компании Skyway Capital, который будет состоять, как обычно, из двух частей. Цель вебинара – это дать краткую информацию о том, предложение, которое делает своим потенциальным, уже, скажем так, состоявшимся клиентом и инвестором компании Skyway Capital. Вебинар состоит из двух частей. Первая часть пойдет о технологии, транспортной технологии и, в принципе, наверное, это не случайно, потому что пришло время внедрять в нашу с вами жизнь новый вид транспорта, который имеет огромное количество преимуществ по сравнению с теми видами транспорта, которые мы с вами ежедневно используем в своей повседневной жизни. Итак, первая часть пойдет о технологии струнного транспорта или технологии Skyway, сейчас это называется именно так, небесные дороги. Вторая часть непосредственно о тех инвестиционных возможностях, которые предоставляются практически любому гражданину, проживающему на территории фактически всего земного шара. И давайте начнем сразу, без каких-либо отступлений. Человек, который является генеральным конструктором технологии, называемый Skyway, он сейчас у вас виден на экране, Анатолий Дарвич Юницкий. Он является президентом группы компании Skyway, генеральным конструктором технологии, руководит предприятием, называемым струнной технологией, в городе Минске на сегодняшний день. За время своей разработки и внедрения данной технологии он руководил двумя проектами Организации Объединенных Наций, которая выделяла денежные средства на разработку и внедрение технологии. По сути дела, его можно отнести к ученым, изобретателям, предпринимателям, нашим с вами соотечественникам, это и советский человек, потому что родился во время существования Советского Союза. Сам он родился на территории Белоруссии, но в принципе многие вещи, которые он делал, можно отнести и к российскому ученому. В начале 80-х годов стал членом Федерации Космонавтики СССР, потому что на то время он, скажем так, активно развивал направление вне ракетного освоения космоса. У него более 140 изобретений на сегодняшний день, в целом ряде направлений развития нашей с вами промышленности, сельского хозяйства. Автор 18 монографий, более 200 научных работ, три высших образования, это инженер транспорта, направление патентного права изобретательства и проектирование строительства высотных зданий и инфраструктурных сооружений. Все эти три образования сегодня Анатолий Дарович использует во благо и разработку внедрения технологии, о которой мы с вами сегодня говорим. Технология, которая отличается от всего того, что мы с вами, скажем так, видим каждый день. А мы с вами знаем, что у нас есть автомобильный транспорт, железнодорожный транспорт, все его виды. Это воздушный транспорт, вертолеты, самолеты разные, дальняя авиация, средняя авиация и так далее. Это водный транспорт. Причем водный транспорт, наверное, один из самых древних. То есть люди стали перемещаться на лодках, на каких-то утлых суденышках несколько тысяч лет назад. Автомобильный транспорт, железнодорожный, авиационный, вошел в нашу жизнь гораздо позже. Но, тем не менее, сегодня мы его активно используем. И практически компании, которые выпускают новые виды автомобилей, новые виды электровозов, тепловозов, делают какие-то усовершенствования для того, чтобы эти транспортные средства становились более экономичными, менее, скажем так, экологически грязными и так далее. Но, тем не менее, проблемы, которые были, так и остаются. По сути дела, сегодня огромное количество территорий укатано в асфальт, как говорит Анатолий Бевардович Леницкий в своих роликах и при встречах обычно. Площадь более четырех Великобританий сегодня укатана под асфальт. То есть она не плодородная, она не плодоносит, она не приносит никакой пользы. На ней не растут деревья, которые могли бы вырабатывать кислород, которым мы с вами дышим и так далее. Огромное количество транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания ежедневно сжигают сотни тысяч, миллионы тонн топлива. При этом сгорает огромное количество кислорода. Все это отражается на экологию Земли. Мы с вами живем, дышим этим воздухом. Ну и много-много чего еще, скажем так, отрицательные моменты, которые влияют на нашу с вами жизнь посредством транспорта, который мы с вами имеем. Сейчас, чтобы не рассказывать на пальцах, хочу вам включить ролик о технологии Transnet, о технологии, которую мы сегодня выводим на международный транспортный рынок. Именно в этой технологии вы можете стать инвестором на сегодняшний день. Ролик демонстрирует, что из себя представляет технология, разработанная Юницким, ее преимущества, отличия, да, в принципе, сразу же бросаются в глаза от того, что мы имеем на сегодняшний день. И дальше мы с вами просто будем двигаться по нашему сегодняшнему вебинару. Как я сказал, кратко дам информацию о технологии, и дальше мы будем говорить. Транспортные пути – живительные артерии современного мира. Кровеносная система глобальной экономики должна непрерывно поддерживаться в тонусе и обновляться. Представьте себе быструю и экологически чистую транспортную систему, для строительства которой потребуется в десятки раз меньше материалов, земли, средств, чем для классических дорог. В мире нет аналогов этой системы, хотя все ее элементы известны и используются сегодня. Традиционные транспортные системы неоптимальны и не отвечают требованиям времени. К идее новой транспортной технологии меня подтолкнула природа. Основа трансмета – жесткострунного рельса, по своей сути – мостовой ванты. Струна, зашитая в балку жесткости, становится легкой, но необычайно прочной путевой структурой. Транснет – изобретение Юницкого, признанная в научном мире и проверенная годами испытаний за патентованной технологией. Это коммуникационная система из трех составляющих. Специальная путевая структура, установленная на опорах. Подвижной состав на стальных колесах. Инфраструктура – транспортная, энергетическая и информационная. Расположение путевой структуры над землей имеет принципиальное значение для удешевления строительства и бережного отношения к экологии, а также для обеспечения высокого уровня безопасности. Транснет – очень простая и универсальная система. Спектр ее применения практически не ограничен. Технологии Транснет эффективны в самых разных отраслях экономики. При разработке месторождения, при транспортировке грузов в труднодоступных и малоосвоенных районах Севера России. Транснет – это еще и высокоскоростной и комфортный городской и междугородний пассажирский транспорт. Итак, друзья, ролик продемонстрировал, что из себя представляет технология, разработанная Ницким. И, по сути дела, те преимущества, которые сейчас пропечатаны на данном слайде – низкая себестоимость строительства оказания транспортной услуги, низкое энергопотребление, минимальный землеотвод, то есть фактически в сотни раз меньше, чем для строительства автомобильных дорог необходим. Высокий уровень автоматизации, высочайшая степень безопасности, высокие скоростные показатели, потому что речь идет о транспортной системе, которая будет затрагивать все сегменты транспортного рынка – грузовой, городской транспорт и высокоскоростной междугородний. То есть городской транспорт сможет передвигаться со скоростью от 50 до 150 км в час, грузовой до 120 км в час, протяженность трассы может составлять до 10 тысяч километров, и высокоскоростной – до 500 км, а сейчас речь идет даже и до 600 км в час. Минимальные эксплуатационные расходы, можно использовать возобновляемые источники энергии, такие как солнечные батареи, либо ветряные электростанции, которые можно размещать на путевой структуре, которая была продемонстрирована в ролике. И электричество, вырабатываемое данными источниками энергии, можно отдавать внешнему потребителю, либо использовать непосредственно для передвижения транспорта. Экологически чистый вид транспорта, отсутствие вредных воздействий на человека и природную среду, в которой будут строиться данные дороги. Возможность освоения, вы слышали в ролике, труднодоступных, либо недоступных сегодня уголков нашей страны, уголков земного шара. Экономия времени как по возведению этих трасс, так скажем, и по окупаемости расходов, потому что в среднем просчитана окупаемость дорог, построенных по технологии, разработанной Митским, будет составлять где-то от года до пяти лет, в зависимости от сложности рельефа, в зависимости, скажем так, от протяженности трассы и так далее. Выгода следует еще такова, что в принципе стоимость одного километра дороги по технологии, разработанной Митским, будет колебаться где-то от одного миллиона долларов США, может быть до пяти, в тяжелых каких-либо условиях. Сегодня автомобильные дороги в среднем стоят 5-10 миллионов долларов за километр, и до 50 доходят в некоторых местах, где, скажем так, подвижны грунты, почвы и так далее. Есть огромное количество территорий, где автомобильные дороги в том исполнении, которое мы видим, строить невыгодно, потому что после зимы, когда короткое лето, от них фактически ничего не остается, потому что там размывает, постоянное наводнение, заболоченная почва и так далее. Я думаю, для вас не секрет, например, что 65% территории Российской Федерации находятся в зоне вечной грезлоты. Поэтому там грунтовые дороги, которые, по сути дела, со сходом снега приходится по новой восстанавливать. Либо зимники, которые как раз-таки намораживаются зимой, для того, чтобы транспортные средства могли передвигаться по этим дорогам. Все виды транспорта, которые мы сегодня используем, и автомобильный, и железнодорожный, и водный транспорт, и авиационный транспорт нельзя отнести к абсолютно безопасным, нельзя отнести ни к всепогодным, ни к серельефным, потому что любые, скажем так, серьезные перепады, какие-то климатические явления в виде сильного снегопада, сильного дождя, паводков различных, либо последствий дождей, либо, скажем так, оттаяния снегов весной и так далее, все они влияют на передвижение транспорта. Дорога, которая будет построена по технологии Skyway, которая поднята над землей, по сути дела на все это обращать внимание транспорт не будет, он будет спокойно передвигаться по путевой структуре, у которой высокий запас прочности от 10 до 100 крат по отношению к тем нагрузкам, которые она будет вести. То есть преимуществ много, да, важно нам на сегодняшний день, по сути дела, реализовать данный вид транспорта, вывести его на мировой транспортный рынок, и мы уже очень близки к этому, об этом мы с вами сейчас еще будем говорить. Буквально два слова об истории, да, потому что условно можно разбить историю струнных технологий на четыре этапа, технология, кстати, насчитывает 39 лет в своей истории. Первый этап был с конца 70-х по середину 90-х, второй с середины 90-х до 2000-х, третий этап с 2001 по 2009 год. За это время было много чего сделано, то есть это и первая заявка на изобретение, и первый грант Советского фонда мира, в этот же промежуток времени были получены два гранта организации обменных наций, была проведена конференция на первом этапе в Белоруссии по внеракетному освоению космоса в 80-х годах прошлого столетия. Советский фонд мира выделял денежные средства на реализацию технологий. На втором этапе Анатолий Дарвич проводил большое количество продувок и испытаний в аэродинамической трубе, по приданию наиболее обтекаемой формы будущему подвижному составу, в первую очередь это касается высокоскоростного Skyway. Третий этап ознаменовался тем, что технологию узнал весь мир, в этот момент Анатолий Дарвич Чевницкого в подмосковном городе Озеры был свой тестовый участок либо испытательный полигон, это так раньше называлось, 170-метровые эстакады, металлические, с натянутыми внутри струнами. Вы видели в ролике, что из себя представляет струнный рельс. По ней избирался, скажем так, многотонный ЗИУ-131 на железных колесах. В это время было проведено большое количество испытаний струнного транспорта, отработан целый ряд методик. Целый ряд государственных делегаций из международных делегаций посещали территорию полигона и видели, что из себя будет представлять транспорт недалекого будущего. Большое количество государственных структур, в первую очередь, относящихся к миру транспорта, науки, техники. То есть экспертные оценки давали во время существования полигона. Заключения. И со многими из них вы можете познакомиться на сайте Юницкого, www.unitsky.com, где есть экспертное заключение, начиная от Института проблем транспорта Российской Академии наук и заканчивая госстроем России, министерством транспорта. То есть этих заключений много. В своде того, что были заключены даже государственные контракты на строительство дорог по технологии, разработанной Юницким в целом ряде регионов Российской Федерации. Те, кто пришел немножко раньше на наш вебинар, видели ролик о госсовете, который прошел в 2009 году в Ульяновске. То есть губернатор Ульяновской области представил технологию президенту Медведеву. После чего было, в принципе, принято решение и дано указание Минтрансу изыскать около миллиарда рублей на развитие технологий в Ульяновском регионе. К сожалению, после этого полигона в подмосковном городе не стало. Но он служил свою службу, потому что в это время о технологии узнал весь мир фактически. На многих центральных каналах телевидения в новостях сообщалось все о том, как Анатолий Эдуардович Юницкий успешно реализует инновационную транспортную технологию. Региональные каналы телевидения, даже целый ряд тематических передач был на этих каналах, где и сам Анатолий Эдуардович, и его соратники рассказывали, знакомили людей с технологией струнного транспорта. То есть полигон свою роль выполнил. Важно отметить следующее, что опять же были приведены большое количество испытаний, отработанные методики, заявили о себе. В это время, опять же, Анатолий Эдуардович принимал участие в большом количестве различных мероприятий, посвященных миру транспорта. То есть это выставки, форумы различные. Но, к сожалению, полигон разобрали после госсовета в течение недели, то есть от него ничего не осталось. Но важно, что Анатолий Эдуардович не опустил руки, продолжал работать над технологией, проводил переговоры дальше с чиновниками разного уровня, с людьми мира бизнеса, для того, чтобы они проинвестировали его технологию, и можно было построить еще один тестовый участок, на котором уже продемонстрируют технологию второго, третьего поколения струнного транспорта. Потому что, в принципе, на втором этапе в документальном виде отработана была технология первого поколения. Сегодня мы говорим о технологии струнного транспорта четвертого поколения. И сегодня мы занимаемся тем, что основой всего послужил 2013 год. Анатолий Эдуардович принял решение оценить свою технологию, то есть интеллектуальную собственность. Она была оценена в 400 с лишним миллиардов долларов США независимыми агентствами и компаниями европейскими. Была зарегистрирована компания на территории Великобритании на основании интеллектуальной собственности. И было принято решение обратиться к обычным людям, кому нужен безопасный, высокоскоростной, комфортный, доступный по цене, потому что стоимость проезда в транспорте по технологии Юницкого будет в несколько раз дешевле, чем то, что мы имеем сегодня в автобусах, на железных дорогах и так далее. И было принято решение обратиться к таким, как мы с вами, чтобы люди могли инвестировать по мере своих возможностей денежные средства в нашу технологию, становились собственниками какого-то количества долей компании, так это называется, либо акций условно, на выгодных условиях, что к 2017 году может им принести очень серьезный уровень дохода. Потому что сегодня можно приобрести эти пакеты долей компании с большим дисконтом либо уровнем доходности. Минимальность сегодня составляет 36 раз. Вы можете увеличить сумму своих инвестиций максимально до 350 раз. Поначалу, в 2014 году, в январе, диапазон был такой, от 250 на минимальном пакете до 1500 раз. И началось движение. То есть, в 2014 году, в январе, появился первый инвестор. Сейчас уже мы два с половиной года двигаемся по этой схеме. Она полностью оправдала свою, скажем так, живучесть, обоснованность полагания на краудинвестинг, это называется научным образом. То есть, у людей, которые стали совладельцами технологий на данном этапе, и которые еще в ближайшее время смогут это сделать, они становятся совладельцами компаний, совладельцами технологий. И со всех адресных проектов, которых уже планируется большое количество, в будущем будут получать прибыль либо в виде дивидендов, либо смогут продать часть своего пакета акций, либо какие-то отдельно взятые пакеты, потому что никто не ограничивает вас в количестве приобретенных пакетов долей компании Skyway Capital. Сколько вы купите, вы только можете увеличивать партнер инвестиций, что в будущем вам принесет еще больше уровень дохода. На данном слайде вы можете видеть структуры, которые давали свои экспертные оценки во время существования полигона в подмосковном городе Озера, свои оценки, заключения, экспертизы. И опять же, это все можно увидеть на бумаге на сайте Юницкого. Начиная от Института проблем транспорта, как я вам сказал, заканчивая Организацией Объединенных Наций, более 50 патентов за это время, за время развития технологий было получено Анатолий Дарачев-Юницким, и более 40 различных международных дипломов и наград на тех форумах, на которых Анатолий Дарачев-Юницкий вместе с технологией принимал участие. Сейчас я включу короткий ролик, который продемонстрирует информацию о том, что полигон в Озерах был, что он дал свои результаты, и будем двигаться дальше. В 150-метровый участок струнной дороги испытывают на прочность тяжелым грузовиком. Вместо привычных колес живет на стиле специальными шасси с двумя ребордами. Внутри тонких рельс-струн натянуты тросы. Под струны, чтобы убедить в безопасности конструкции, становится автор проекта Анатолий Юницкий. Струнная трансбота система, это очень надежная система. И доказательством того является то, что я стою под грузовиком в 8-12 тонн. Первым в мире струнным автомобилем управляет испытатель Виктор Крыженецкий. На случай экстренной эвакуации 20-метровой высоты он пристегивает себя к страхующему фалу. Испытатель жмет на газ, и грузовик снова и снова взбирается на эстакаду. Кроме испытаний различных вариантов грузового СТЮ на полигоне в городе Озеры, был осуществлен также комплект испытаний на моделях струнных дорог разных типов в масштабе 1-15, 1-10 и 1-5. Все модели действующие и полностью отвечают критерию физическая модель, то есть с точки зрения физики соответствуют полноразмерным изделиям и позволяют моделировать статику нагружения и динамику движения. Был осуществлен также комплекс лабораторных испытаний и выполнены многочисленные продувки моделей воскоскоростных юнибусов в аэродинамической трубе, что позволило спроектировать самое экономичное колесное транспортное средство в мире. Кстати, одновременно в одном вагоне сможет ехать не больше 60 пассажиров. Никакой террористический акт этой дороги не страшен. Опыты показали, что если рухнет опора, юнибус будет ехать по-прежнему. Его лишь немного покачнет. Струнная дорога это безопасный и комфортный транспорт. В заключении Анатолий Эдуардович поведал, что и нашу страну готов опутать миллионами километров таких экологичных дорог. Они, по его словам, пройдут над горами, лесами и зелеными холмами. Итак, друзья, мы с вами говорили про историю, что было 4 этапа и, по сути, мы сегодня находимся на 4 этапе, на котором двигаемся по схеме краудинвестинга, привлекаем инвестиции с целью финансирования строительства подобного тестового участка, полигона, как это называлось, испытательного полигона. Сегодня это называется у нас экотехнопарк и полный рост идет строительство городской трассы SkyWay, идет строительство легкой трассы SkyWay, начато строительство грузового трассы SkyWay. То есть у группы компаний с 2014 по 2017 год существует четкий бизнес-план, по которому к 2017 году мы должны выйти на мировой транспортный рынок с транспортом, который продемонстрировали и сертифицировали. И мы уже близки к тому, чтобы осенью это сделать, демонстрацию транспорта, в первую очередь городского, потому что, скажем так, он наиболее близок к завершению по темпам строительства. Как я вам говорил, 2014 год был, скажем, началом привлечения инвестиций и один из ключевых моментов в 2014 году создание научно-производственного предприятия в Республике Беларусь в городе Минске. Это было в мае. В 2015 году, который стал переломным, определились с участком местности, на котором сегодня идет строительство, потому что в январе только определились с ним, а в июне получили право на владение данным участком площадью 36 гектар в Минской области недалеко от города Марьино-Горка. Это Пуховичский район, километров, наверное, 60 от города Минска. Там сегодня осуществляется строительство. То есть сделано, как и должно быть по всем законам Республики Беларусь и запись в едином государственном регистре недвижимого имущества и прав на него соответствующим номером. Вы видите сейчас на экране. Далее. В июле месяце закончилась рестукциализация группы компании Skyway и был осуществлен переход на работу с долларами и пакетами медалей компании. В июле же месяце были проведены первые работы на территории экотехнопарка недалеко от города на Марьино-Горка. И сегодня, как я вам сказал, полным ходом идет строительство, которое началось активно в августе. То есть были выруты первые котлованы под анкерную опору, под первую самую. И потом началось движение. Что еще хотелось бы отметить? То есть 15-й год ознаменовался тем, что к нам на территорию конструкторского бюро, на территории экотехнопарка приехал экс-министр транспорта Австралии, Родхук. В начале лета он познакомился с технологией. В сентябре посетил наше конструкторское бюро, познакомился с Санаторием Городовичем Леницким, провели переговоры и уехал в Австралию с твердым намерением знакомить, скажем так, и чиновничество, и людей мира бизнеса с той возможностью, которую предлагает на сегодняшний день транспорт Skyway. Также в сентябре был получен так называемый международный дефекционный код ценной бумаги, так называемая АИСИН, это процедура, которую проходят все компании, акции которых сегодня котируются на биржах. В октябре состояла закладка нулевого километра дороги Skyway на территории экотехнопарка, вы видите на данном слайде внизу, да. Далее проведена была международная конференция, приехало несколько десятков наших инвесторов, которые высаживали первыми на территории экотехнопарка свои именные деревья. В ноябре месяце 2015 года руководство группы компании Skyway приняло решение использовать новый инвестиционный продукт, который себя представляет возможность приобретения пакетов долей компании нашими инвесторами в просрочку. То есть это удобно инвесторам, потому что можно незначительные суммы ежемесячно инвестировать в наш проект, на выходе получить большой пакет акций нашей компании. Компания это выгодна, потому что мы можем там на 8, на 9, на 10 месяцев наперед заглядывать и видеть, какие денежные средства нам придут, что мы их можем использовать в строительстве экотехнопарка, размещении заказов на предприятиях, сателлитах, которые изготавливают различные конструкции, узлы, агрегаты, необходимые нам для реализации нашего проекта. То есть все это происходит с ноября 2017 года, и на сегодня наиболее активное инвестирование у нас идет по рассрочкам, процентов, наверное, 90. Это было в 2015 году. В 2016 году получила продолжение истории с Дмитрием Медведевым, потому что Анатолий Дарвич Юницкий написал письмо премьеру Российской Федерации и в нем написал, что «Дмитрий Анатольевич, спасибо, вы обратили внимание на госсовете в 2009 году на нашу технологию, задали вопрос, есть ли у вас деньги, если найдете, пожалуйста, занимайтесь». На этот вопрос мы нашли ответ, сегодня активно строимся в Беларуси и приглашаем вас осенью своими глазами увидеть, что из себя представляет данная технология. Далее, Анатолий Дарвич Юницкий приезжал несколько раз в Министерство транспорта Российской Федерации и 11 февраля этого года Минтранс признал технологию, разработанную Юницким, инновационной технологией. Мало того, 25 числа заседание того же самого экспертного совета Министерства транспорта отнесло технологию, разработанную Анатолию Дарвичу Юницким, к перспективным, то есть, что дает нам право и понимание и вероятность, что данные дороги будут строиться и на территории Российской Федерации. Нам часто задают вопрос, а будем ли мы здесь строить в Москве, в России, да? Да, вероятность есть. Минтранс опять сейчас занял выжидательную позицию, они ждут, что мы им продемонстрируем осенью на территории Экотехнопарка. Важным мероприятием, которое будет проводиться на территории Евросоюза в Берлине с 20 по 23 число, оно называется Инотранс, это раз в два года проходит крупный транспортный форум. И на это мероприятие пришло приглашение из Берлина. То есть не мы ходили, обивали пороги, не мы, скажем так, просились куда-то, да? Узнали организаторы данной выставки, что есть такая технология, мало того, что она признана Минтрансом, и пригласили в категории транспортной инновации принять участие в этой выставке. Анатолий Дарвич принял решение на этой выставке продемонстрировать действующие модели юнибуса городской трассы и юнибуса легкой трассы Skyway, так называемой юнибайки. В планах на 2016 год это закончить строительство городской трассы и продемонстрировать ее работоспособность и уже, скажем так, начинать промышленную отработку и работу по сертификации. Параллельно построить трассу с юнибайками, облегченную трассу, по которой, кстати, сможет двигаться и городской юнибус весом до нескольких тонн. Сейчас уже началось строительство грузовой трассы Skyway, которую планируется построить к концу 2016-го, начало 2017-го года. Точно так же, скажем так, путевая структура, юникары и погрузочный развивочный терминал. Ну и, что важно еще отметить, в этом году, уже в апреле месяце, прошло крупное мероприятие. Это экофестиваль, состоявшийся в Республике Беларусь, в Минской области на территории Экотехнопарка и непосредственно в городе Минске. Все это было 23-24 апреля. Было порядка 700 инвесторов. Мне самому, скажем так, посчастливилось быть на этом мероприятии. Наши инвесторы смогли познакомиться и с конструкторами, и лично, скажем так, пообщаться с Анатолий Даровичем Юницким, с руководством нашей компании, нашего проекта. Ну и могу сказать, что фактически все, кто был на этом мероприятии, одухотворенные, поехали в свои города и страны активно давать информацию своему окружению о том, что есть такая технология, что есть возможности, предлагаемые компанией, группой компании Skyway, компанией Skyway Capital, в частности. Все чаще информация о технологии, разработанной Анатолием Даровичем Юницким, появляется в СМИ. Причем в СМИ абсолютно разные. Это и печатные СМИ, это интернет-издания, это сайты, даже сайты, скажем, внизу слева, это сайты университета Флиндерс. История, кстати, приехал не один, приехал с представителями компаний, которые будут заниматься реализацией технологий на территории Австралии. Было принято решение в университете Флиндерс, это Южная Австралия, построить 500-метровый участок. Он тоже будет тестовый, но уже, скажем так, и коммерческую роль тоже будет выполнять. В июне несколько дней делегация из Австралии была на территории Республики Беларусь. Было создано предприятие Skyway Австралии, которым руководит Ротхук. Далее телевизионная передача новостные передачи на целом ряде каналов, как на территории стран СМВ, так и зарубежных. Это и словацкие, и венгерские, и немецкие, и австралийские, скажем так, целый ряд австралийских телевизионных каналов посвящал, скажем, время тому, что Ротхук объяснял, что из себя представляют технологии, в новостях об этом рассказывалось. Там идет достаточно широкое обсуждение возможностей использования данной технологии, причем и на уровне людей мира бизнеса, которые готовы инвестировать в наш проект, и на уровне муниципалитетов разных городов. Кстати, Ротхук, я сказал, что он является экс-министром транспорта Южной Австралии. Буквально недавно, то есть, хотя уже больше месяца прошло, была тематическая передача «24 вопроса объектив конференции на телевизионном канале Беларусь24». Почему Беларусь? Наверное, потому что мы на территории Беларуси, эту технологию сегодня реализуем, и там у нас осуществляется строительство. Где Виктор Бабурин, зам генерального директора по развитию, и один из руководителей конструкторских бюро, которых сегодня 15, отвечали на вопросы ведущего. Плюс ко всему, недавно, пару недель назад, канал «Беларусь-1», это центральный канал Беларуси, такой, как, например, у нас первый канал, и в ряде стран, да в большинстве стран есть какой-то один государственный канал, который каждый вечер передает наиболее важные новости развития, скажем, страны. В передаче «Панорама» больше трех минут, там три с небольшим, по-моему, три минуты 12 секунд ролик этот занял, шел рассказ о эко-технопарке в Анатолии Даровича Юницком, где он давал интервью о том, что мы делаем, рассказ о технологии, там как раз-таки было сказано, что международный Skyway может в дальнейшем развивать скорость до 600 км в час. Я сейчас, наверное, не буду ставить этот ролик, я думаю, большинство из вас могут зайти в раздел новостей личного кабинета, отлистать немножко назад и посмотреть то, что было показано в передаче по каналу «Беларусь-1». То есть все чаще и чаще каждый день фактически появляется информация, что она с очередной средством массовой информации посвятила, скажем так, какой-то объем своего издания рассказывать технологии Skyway. То есть информация о нас ширится, количество инвесторов увеличивается с каждым днем. Сегодня в компании Skyway Capital инвесторы, по-моему, из 78 стран. То есть люди, проживающие в разных уголках земного шара, сегодня стали совладельцами пакетов долей компании. Это то, что я хотел сказать о технологии. Теперь мы перейдем, наверное, больше к инвестиционной части нашего проекта. То есть компания Skyway Capital является сегодня партнером группы компании Skyway и задачей это привлечение инвестиций. Зарегистрирована она в Великобритании. Буквально на прошлой неделе очередной раз заходил на сайт официального регистратора и смотрел информацию о нашем предприятии. Регистрационно. По сути дела, своей деятельностью, привлечением инвестиций и передачей этих денег с целью финансирования строительства Экотехнопарка мы способствуем каждый день тому, чтобы данный транспорт к 2017 году, как и запланировано, был выведен на международный транспортный рынок. Одно хотелось бы добавить. Те люди, которые сегодня приобретают пакеты долей компании, предполагаемая цена отдельной взятой доли в 2017 году это 1 доллар США. По мере реализации технологий в большом количестве адресных проектов, которые предполагаются уже, и уже есть, скажем так, управление в городе Минске, и у него руководитель, который работает как раз таки в направлении работы по адресным проектам. И этот человек 22 июля в Крыму состоялось, скажем так, выездное заседание Государственной Думы Российской Федерации, где были члены Государственной Думы Совета Федерации России, и там как раз таки с докладом по решению транспортных инфраструктурных вопросов на территории Республики Крым выступал представитель нашей компании, где рассказывал технологии. То есть и на территории Российской Федерации работа не прекращается ни на один день. Платформа, по которой мы сегодня привлекаем инвестиции в компанию Skyway Capital, она та же самая краудинвестинг либо народное инвестирование. То есть любой человек сегодня может по своей мере возможности, потому что не нужно обладать большим кошельком, не нужно, скажем так, разрезать матрасы какие-то, вытряхивать последние деньги. То есть если вы считаете возможным проинвестировать в нашу компанию сегодня 15 долларов в США, около 1000 рублей, это хорошо. Если есть возможность сделать больше инвестиций, это хорошо, потому что каждый последующий пакет по стоимости он приносит большее количество долей компании, вам больше уровень доходности. То есть на выходе вы просто будете иметь больше. Но не надо занимать ничего, никаких денежных средств, бежать в банк, брать какие-то кредиты, потому что задачи, которые ставит перед собой компания Skyway Capital, это привлечь максимальное количество инвесторов на основе микрофинансирования. То есть сегодня любой человек, будь то студент, пенсионер, никого не хочу обидеть, но как правило это социальные группы, которые сегодня наименее защищены. Да, да фактически в большинстве государств мира. Не будем брать отдельные страны, где пенсионеры получают там может быть по несколько тысяч евро, там несколько тысяч швейцарьких франков и так далее. Вот. То есть на основе микрофинансирования по сути сегодняшнюю инвестицию можно отнести к тем возможностям, о которых в своих книжках, на своих семинарах, вебинарах рассказывают люди, обучающие других финансовой грамотности. Как правило, такие инвестиции делают люди из разряда миллионеров, мультимиллионеров и миллиардеров. То есть те, кто на начальном этапе распознают какую-то классную идею, да, которая может изменить лучшую сторону жизнь людей, определить компанию, которая сегодня на рынке еще акции не котируется, да, акции ее стоят недорого. Миллионеры вкладывают большие деньги в развитии таких компаний и потом, когда акции компаний выходят на котировку и начинают значительно расти в цене, вы понимаете, они становятся в разы еще богаче, чем они были до того. Но данные инвестиции в большинстве стран мира недоступны. А вот в краудинвестинге в нашей схеме, да, сегодня это может сделать любой человек, практически из любой страны мира. Задача, которая стоит перед компанией Skyway Capital это еще создать благоприятные условия для каждого инвестора, то есть чтобы вам было удобно, чтобы вы получили максимум информации, не выходя из дома, чтобы вы могли разобраться во всем, что мы вам предлагаем и имея устройство для выхода в интернет, сам интернет дома, еще как я сказал, не протерев глаза с утра, не почистив зубов, не поев, не одевшись, вы можете стать инвестором в нашем проекте. И конечно же в дальнейшем мы максимально будем заботиться о том, чтобы держать вас в информационном русле обо всем о том, что происходит в развитии проекта, что происходит в развитии нашей компании. Посредством тех интернетов, которые у нас есть. Это и вебинары подобные, которые мы проводим, это и рассылки на адреса электронной почты, смс-рассылки о важных событиях, о ваших доходах, о которых мы немножко позже поговорим. Это работа нашего отдела информационной поддержки, которым работают квалифицированные менеджеры, которые могут ответить на большинство ваших вопросов и о том, что мы из себя представляем, вплоть до того, какие платежные системы использовать, как вам приобрести пакеты долей компании и что с этим делать дальше. У нас есть служба технической поддержки, которая работает в формате 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Условно, опять же, реализацию того, о чем я говорил, проекта группы компании Skyway сегодня можно разбить на 4 части. Опять же, это самое важное своевременное финансирование каждого отдельного взятого этапа из плана группы компании Skyway. У нас этих этапов 15, сегодня мы находимся на седьмом этапе. Кстати, при переходе с этапа на этап по мере выполнения тех работ, которые необходимо выполнить, соответственно, привлечь необходимое финансирование, инвестиции для выполнения тех работ, уровень доходности либо дискон снижается. Те, кто пришел в 2014 году, в январе, им фактически нечего было увидеть, им нечего было посмотреть, кроме, может быть, роликов, кроме, скажем так, нескольких конференций, на которых лично принимал участие Анатолий Дарович Чуницкий. Люди поверили, люди пришли. По сути дела, тогда на голой вере. Сегодня нам есть, что продемонстрировать. Сегодня, скажем так, уже руководство компании говорит о том, что, друзья, если вам не хватает информации, вы хотите убедиться лично, что стройка идет, приезжайте в Минскую область, подходите. Там каждый день работают люди, техника, над возведением дорог по технологии Skyway. В дальнейшем, после строительства Экотехнопарка и сертификации и демонстрации транспорта у нас будут адресные проекты, с которых и будем получать прибыль. У нас есть сегодня несколько возможностей, каким образом вы можете стать инвестором. Есть стандартный прайс-лист, который из себя представляет картинку, отраженную у вас на экране. Как я вам говорил, любой человек, обладающий всего 15 долларами США, может стать инвестором в нашем проекте. На выходе его будет ожидать в 2017 году 540 долларов, потому что в этом пакете находится 540 акций либо долей компании. Каждый последующий пакет, стоимость его, вы видите, в четвертом столбике это доллары, далее рублевый эквивалент, потому что курс у нас рубля к доллару также плавает, как и на бирже. Поэтому рублевая, скажем, стоимость в рублях может увеличиваться, может падать в зависимости от курса доллара. А вот в долларах у нас стоимость пакетов показана вот здесь. Каждый последующий пакет имеет больший уровень доходности и на выходе большее количество долей компании. То есть если вы готовы заплатить 60 долларов, соответственно, у вас на выходе будет 3000 акций компании, на выходе 3000 долларов в 2017 году. По мере, как я вам говорю, развития нашего проекта, реализации адресных проектов, вот этот пакет, который будет 3000 стоить, он может потом стоить и 5000, и 10000, и 20000, потому что технология будет реализовываться, будет приносить пользу людям, соответственно, ее стоимость будет расти. И вплоть до последнего пакета, который у нас здесь в стандартном прайс-листе стоит 150 тысяч долларов, уровень его доходности 350 раз, на выходе 52,5 миллиона акций. На предыдущих этапах эта цифра была больше, но, как я вам сказал, по мере выполнения целого ряда работ, по мере того, что нам есть, что показать, по мере развития нашей компании, рисковость вложений либо венчурность нашего проекта, он венчурный пока еще до сих пор, становится все меньше и меньше. Это стандартные пакеты. Далее у нас есть пакеты, которые можно назвать акционными. Пакеты на транс. Вот в той самой выставке, тому самому форуму, который будет проходить в сентябре, у нас с начала июня был запущен пакет, который позволяет вам на более выгодных условиях приобрести с большим уровнем доходности пакеты наших акций. То есть, если вы платите 1000 долларов, то вам начисляется первый раз 235 тысяч акций компании Skyway Capital. Вот здесь это прописано. Если вы не позднее, чем через месяц приобретаете после первого пакета еще один пакет, то вам начисляется 270 тысяч долларов. Если третий пакет успеваете еще до выставки платить меньше, чем через месяц после покупки второго, еще 290. Если четвертый успеете, потому что на 4 месяца он был рассчитан данный пакет, еще 300 тысяч акций. Если я сейчас вернусь на шаг назад и просто вам покажу, какой уровень доходности на пакете просто в 1000 долларов, если вы выберете его из стандартного списка, то 180 раз возрастает. Всего 180 тысяч акций. Всего не всего, но тем не менее меньше, заметно, чем по пакету инотранс. Далее у нас есть пакеты разовой покупки для людей, которые в первую очередь проживают в более развитых странах, там где экономика немножко более выше, чем у нас. Это европейские страны. в первую очередь стоимость пакетов от 5000 долларов до 50 тысяч долларов, соответственно, с высоким уровнем доходности от 280 до 335 раз. И приобретая данный пакет, у каждого человека появляется возможность приехать на территорию экотехнопарка и высадить свое именное эксклюзивное дерево, то есть редкой породы. Возле этого дерева будет находиться табличка, что вы являетесь инвестором и вы посадили это дерево. Для людей, которые у нас еще развивают партнерскую программу, они два слова немножко впереди. Есть возможность приобретать с бонусного счета, я тоже немножко позже объясню, что это такое, пакеты с высоким уровнем доходности от 161 до 316 раз. Причем стоимость этих пакетов не очень высока. 250, 400, 1000 и 1800 долларов США. Но это смогут приобрести только те, кто занимается информационной деятельностью, знакомит окружающих с возможностью нашей компании, при этом зарабатывает деньги и купить эти пакеты они могут только с бонусного счета. Есть возможность приобретения пакетов для компании в рассрочку. Это то, что я говорил с конца ноября. У нас запущена эта программа. Всем привычные пакеты с 23 января 2016 года пакет Старт Сеньор Стабильный Бизнес. На сегодняшний день в этих пакетах от 26 с небольшим тысяч акций до 405 тысяч акций. Есть дополнительные условия. Если вы делаете двойную оплату в течение месяца положенного, потому что вы можете выплачивать данную рассрочку как и положено 10 месяцев, например. Но если вы делаете двойной платеж, а это означает, что вы сделали первый платеж и второй не позднее 24 часов, вам будет начислено дополнительное количество акций. Вот здесь может быть мелкий шрифт, но тем не менее от 9 тысяч до 144 на пакете Бизнес. Тысяч акций дополнительно вы можете получить. Далее есть пакеты опять же, которые в первую очередь велись по просьбе наших инвесторов из стран Западной Европы с ежемесячным платежом 500, тысяча, две с половиной тысячи и пять тысяч долларов США с выгодным уровнем доходности. Вот здесь прописан от 270 до 325 раз увеличивается сумма ваших инвестиций в нашем проекте. На самом большом пакете есть возможность стать крупным владельцем более 16 миллионов акций компаний вы можете приобрести. Есть недавно буквально введены пакеты, на которых вы можете приобрести пакеты долей компании на своих несовершеннолетних детей. То есть с оплатой 65 долларов в месяц, 150 долларов в месяц, у них разные названия. Тут не говорит о том, что если у вас есть студент, которому сейчас он 16 лет поступил в институт, что вы не можете на него купить пакет малыша, наоборот. Просто у этих пакетов тоже есть дополнительные условия. Двойной платеж сулит от 30 до 85 тысяч акций в зависимости от пакета, который вы выбрали. Это будет оформлено на вашего ребенка. Если вы добросовестный плательщик данной рассрочки, вам дополнительно будет начислено либо 5, либо 10 тысяч в зависимости от выбранного пакета на премиальный счет. Если вы все это оплатите в срок. Это пакеты, которые есть в компании Skyway Capital. То есть фактически любой человек, который становится сегодня совладельцем этих пакетов, имеет возможность в будущем получать прибыль в виде дивидендов от той самой прибыли, которая будет распределяться между теми, кто стал совладельцем технологии на сегодняшнем этапе. Когда-то эта возможность прекратится. И люди смогут в дальнейшем инвестировать только в отдельно взятые адресные проекты, получать дивиденды либо продажи пакетов дали компания только отдельного адресного проекта. Сегодня кто становится инвестором в нашем проекте, у него значительная выгода, потому что деньги будут приходить со всех проектов, где будут использовать технологии. Плюс ко всему каждый человек сегодня имеет возможность зарабатывать деньги по партнерской программе, которая у нас есть, и она была запущена не случайно. Крауд инвестинг это форма, где вы можете за незначительные деньги стать инвестором, и в дальнейшем благодаря этой партнерской программе, которая является стимулом для того, чтобы вы делились информацией о нашем проекте, вы можете стать крупным инвестором в нашем проекте, при этом даже потратив всего 15 долларов в США, даже купив минимальный пакет, вы можете давать информацию своему окружению, люди могут регистрироваться по вашим реферальным ссылкам, приобретать какие-то пакеты долей компании, вы видите здесь, что вы можете зарабатывать до 20% от непосредственной рекомендации, от того товара оборота, либо от той суммы инвестиций, которую будут делать люди, идущие за вами, и скажем так, в то до 24 уровня глубины от 0,1 до 7%, вы можете еще зарабатывать от суммы инвестиций, которые делают люди вашей структуры, вас никто не может ограничить в количестве людей, которых вы приглашаете за собой, то есть даже потом, вырожденный момент, но тем не менее, вы можете проинвестировать 15 долларов и потом не платя живых денег, выводя деньги с бонусного счета все время, на деньги, которые вам начисляются на акционный счет, у нас еще есть такой подарок от компании, то есть половина суммы, которая вам начисляется на бонусный счет, начисляется на акционный счет, и эти деньги вы можете инвестировать в пакеты из стандартного списка, помните, самый первый список, прайс-лист наших пакетов от 15 до 150 тысяч долларов, таким образом, вы можете накапливать на акционном счете 550 долларов, 1000 долларов, и на эти суммы приобретать все крупные пакеты далее компании, потому что вы заметили, что 180 тысяч акций, если вы с акционного счета, за 1000 долларов, которые у вас там будут на акционном счете, вы можете купить 180 тысяч акций, при этом не тратя ни копейки живых денег, как мы говорим, да, то есть у партнерки есть большое количество преимуществ, и завтра, скажем, у нас будет вебинар в 13 часов, на котором мы будем разбирать, какие проценты, откуда платятся, какие у нас есть квалификации, всего их 6, и какие есть преимущества и выгоды, если вы будете нашим партнером и зарабатывать деньги уже здесь и сейчас, не дожидаясь выхода группы компаний Skyway на международный транспортный рынок. Для людей, которые развивают партнерскую программу, есть инструменты в личном кабинете, план вознаграждения, который вы можете скачать, рассказывать своим партнерам, реферальные ссылки, ведущие на целый ряд интернет-ресурсов, где люди могут подробнее узнать о нашем проекте, нажав там кнопку регистрации, они будут вашим партнером в первом поколении, и прямо на странице регистрации. В принципе, это первый ваш инструмент, если вы будете зарабатывать деньги по партнерской программе. У нас есть возможность более 60 видов баннеров тем людям, которые, скажем так, умело себя чувствуют, как рыба в воде, себя чувствуют в инфобизнесе. Для тех, кто имеет свои сайты, блоги, разместить подобные баннеры у себя на страницах и кликая по этому баннеру, люди будут переходить либо на официальный сайт, либо на лейдинг-партнера, знакомиться с информацией, если нажимают на кнопку регистрации, соответственно, они становятся вашими реферальными партнерами. Если ваш сайт и блог посещаем, то какое-то количество людей будет ежедневно переходить на эту страницу, знакомиться с информацией. Это не дает вам стопроцентной гарантии, что у вас после каждого перехода будет новый реферальный партнер, но тем не менее, какое-то количество людей ими будут становиться. Раздел новостей в личном кабинете в разделе события тоже является инструментом, потому что напротив каждой новости есть кнопка соцсетей, вы можете описывать краткий комментарий, о чем эта новость, размещать на своих страницах соцсетей, и люди у вас в друзьях, которые находятся, в группах которых вы будете, будет информация о том, что вы разместили интересную информацию, люди с ней могут познакомиться, перейти, опять же нажать кнопку регистрации и стать вашим реферальным партнером. К инструментам относятся и презентации, которые вы сейчас слушаете, живые презентации, которые проходят в целом ряде городов и стран фактически каждый день, и список этого вы всего можете найти в разделе события, расписания вебинаров, у нас там две таблицы, одна из них онлайн мероприятия, такие как сейчас проходят, вторая, это мероприятия живые, хотя как бы оффлайн мероприятие, либо живое мероприятие, я как бы не люблю добавлять это дополнительное слово, потому что если говорить, что живая презентация, значит у нас сейчас с вами не живая проходит, поэтому просто презентация, я люблю говорить там презентация, либо конференция по городам и странам, и когда где что проходит, вы можете найти в расписании вебинаров, также к инструментам, партнерам можно отнести вот те самые вебинары, которые у нас проходят и по адресным проектам, и юридические основы, которые проводят Владимир Маслов, и сегодня кстати в 19 часов по всей видимости будет информация даваться им в этом направлении. Это вебинары по технологии, которые проводят Александр Монкоп по воскресеньям и понедельникам и Алексей Суходов и Сергеем Сибиряковым по средам. Это Григорий Мирошниченко, который обучает наших партнеров, что и как нужно делать для того, чтобы активно развивать бизнес и создавать большие партнерские структуры. Это вебинары на целом ряде языков, потому что у нас сегодня проходят вебинары на немецком, на эстонском, на французском, на словацком, еще на целом ряде языков. В ближайшее время, как было сказано, вчера будет испанский, английский, немецкий, я не знаю, сказал или нет. То есть было бы желание у вас приглашать людей, которые являются носителями этих языков, чтобы они получали информацию о нашей технологии, о нашем проекте и в принципе становились вашими партнерами в тех странах, в которых они проживают. Как я говорил, у нас есть возможность обращаться в службу информационной поддержки со стороны сайта из личного кабинета. Было бы ваше желание задавать эти вопросы, желание разобраться в проекте. Вам помогут либо специалисты службы техподдержки, либо если вы нажмете вот эти кнопки, выделенные желтым, задать вопрос, заказать обратный звонок, с вами свяжутся менеджеры отдела информационной поддержки и ответят на ваши вопросы. По сути, любой человек сегодня, который может принять участие в нашем проекте, становится частью крупного инновационного инвестиционного проекта. В последнее время в инвестициях все чаще и чаще звучит информация. Большое количество людей, скажем так, думают, куда бы им вложить все-таки денежные средства, пусть даже незначительные, которые могут значительно приумножиться. Данная возможность есть у каждого. По сути, я сегодня по ходу презентации этого не сказал, но сейчас, наверное, добавлю. Представьте себе ситуацию конца 70-х годов, и к вам обращаются не с технологией, которую мы рассказывали, Стив Джобс или Билл Гейтс. И говорит, уважаемые, если у тебя есть 100, 200 долларов, 300, и ты их не пожалеешь и вложишь в мой проект, то те программы и устройства, которые мы будем реализовывать в будущем, в недалеком, ими будут пользоваться миллионы людей. Причем вы заметили, что поколение целое. То есть меняется iPhone 1, 2, 3, 4, 1 куда-то девают, либо разбивают, либо выбрасывают, либо перепродают, покупают следующие и так далее. То есть если ты примешь участие в моем проекте, ты будешь очень богат. Что в принципе и произошло с целым рядом людей. В компании Билл Гейтса работает там не одна тысяча миллионеров на сегодняшний день. Так вот, представьте себе эту ситуацию и мы имеем дело сегодня с транспортной технологией. Я вот как бы упорно настаиваю на том, что транспорт в нашей жизни каждого из нас затрагивает гораздо больше, чем iPhone, например, либо там iPad. Потому что двигаться кому-то каждый день нужно кому-то через день, кому-то может быть раз в неделю, но тем не менее нам необходимо передвигаться по нашей планете. Соответственно, транспортная технология, транспортный рынок, в нем крутится гораздо больше даже количества денег на сегодняшний день, чем в IT-технологиях. Потому что, скажем так, транспортных систем, мы говорим, много, да. А перспективы развития нашего проекта таковы, что 30-50% всего транспортного рынка в ближайшие несколько лет это будет технология Skyway. Соответственно, если вы станете инвесторам эту технологию, вот с этого громадного рынка будете получать доход. Поэтому задумайтесь, да, то, что я вот сказал, донесите это тем, кто вас окружает. У меня, в принципе, вся информация. На данном слайде вы можете видеть координаты нашей компании в Москве. нас периодически посещают инвесторы. Бывает каждый день, бывает там через день один, два, три человека, да, то есть приезжают убедиться кто-то проездом посмотреть, где мы находимся, кто-то потрогает, скажем так, премию «Золотая колесница» в номинации проект года в транспортной отрасли, врученная в 2009 году Анатолию Дарычу Юницкому, она стоит на полке шкафом. То есть мы открыты к сотрудничеству, мы открыты, скажем так, к информационному взаимодействию. Но если вы окажетесь здесь где-то рядом, позвоните по телефону, который вы сейчас видите, своему менеджеру, а кстати у каждого партнера в Москве может быть свой менеджер, если вы от него не отказывались, да, и мы в принципе вас встретим какое-то количество времени, небольшое, там мы не говорим, что будем водить вас целый день по офису и так далее, но минут 10-15 вам уделят, познакомят, если будет руководство на месте и так далее. Вы можете прийти, сфотографироваться без проблем. У меня на данный момент все. Через 9 минут должен состояться вебинар Владимира Машлова. У вас есть время заварить чай, кофе, может быть подогреть молоко, кто любит молоко, взять тетрадочку, удобно устроиться в кресле, если вы дома, и послушать информацию, которую до вас донесет Владимир. Интересный человек, который активно развивает и бизнес, который проводит мероприятия нашей компании не только на территории Эстонии, где проживает, но также и Финляндия, Швеция, Германия. То есть человек, который избрал когда-то активную жизненную позицию, не безразличен к тому, что происходит в жизни и всем своим сердцем и душой рад за технологию, разработанную в Ницкем. Я вам рекомендую на его вебинаре быть. А у меня на этом все. Спасибо еще раз то, что были сегодня на вебинаре. Завтра жду тех, кому интересна тема денег и кто хочет зарабатывать по партнерской программе. Спасибо.